Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Я пока не вижу, что в ней, но ей тяжело, она слабая, и у нее есть как конструкция. Отлично. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Татьяну в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Татьяны поднимайся в комнате диагностики. Пашел, подъем. У нее как сканер, знаешь, который туда-сюда ездит, и вот эти лучи по всему телу, не только в макушку, но по всему телу они и ноги, и везде, да, ну, места, которые нужны, они туда как лучами попадают, эти энергии. И посмотрим, какой паразит это сделал. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Татьяну в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Татьяны поднимайся в комнате диагностики. Пашел, подъем. На месте. Я приветствую Татьяну. Интересуюсь, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Отлично. Скэнер. Просканируй Татьяну. Отключи эту конструкцию, находящуюся в ней, до последнего чипа, датчика, импланта, конвектора. Вместе с сопутствующими энергиями. Выведи из биополя Татьяна. И как выведется в сто процентов, отправляется в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Пошел процесс. Слушай, это не я. Это что-то магия или душа неупокоенная. Но она как в черной накидке с капюшоном. Снимаю эту накидку с этой сущности. Снимаются маски и голограммы, и сущность перестает согласно своему эфирному коду ДНК. На ведьму похожа. Я тебя сейчас сожгу, паразитка. Что ты делаешь в этом биополе? Кто ты? Доживаю мою жизнь. Что? В ее теле. А кто тебе давал разрешение? Кто ты вообще такая? Вибрация. Мы с ней подходим. Да. Открывай поток любви абсолютно над ее клеткой. Я тебе сейчас покажу, чьи вибрации тебе подходят. Она визжит. Она хочет прожить жизнь, забрать ее с собой и уйти вместе с ней. Она не может найти портал. Она с ней подходит по вибрациям, и она хочет быстрее уйти вместе с ней. Ты в ад уйдешь. Сегодня же. И я тебе открою туда портал. Тебе понятно? Кто ты такая? Представься. Ее жгет этот свет. Выключай свет. Временно выключай свет. Кто ты такая? Имя назови. Она нервничает. Сейчас, подожди. Она говорит, кто ты такой. Я подхожу к ней и смотрю на нее. Ангел смерти. Кто ты такая? Она радуется. Она думает, что она ушла. Никуда ты не ушла. Ты еще здесь. И с этого места ты уйдешь. Непонятно еще куда. Итак, имя, если ты свое не называешь, я включаю свет. Подожди, все по порядку. Ведьма я. Только не мать ведущая. Контрактница. В отобега от черных и темных. Уже пять веков. Душу мне надо, чтобы уйти с ней. А не каждая подходит. Ты знаешь, в кого ты попала? Нет, но утянуть хочу. В мою мать. О, как неприятно получилось. Не то, что неприятно, а очень опасно для тебя. Потому что я это расцениваю как нападение. Сколько ты находилась в ее биополе? Месяц. Месяц. Почти. Это ты демонстрировала негритянку двухметрового роста еще с кем-то в квартире? Сама свести хочу. Что? Сама свести хочу. Затянуть. И уйти вместе с ней. С ума хочешь свести, затянуть и уйти вместе с ней. Как ты вообще попала в ее квартиру? Я не в квартиру попала. А где ты попала в нее? Я хожу по медицинским центрам и дамам стариков, выбирая себе вибрации, которые подходят, тяжелые, как и мои. Понятно. Значит, ты у врача к ней подцепилась, да? И месяц сосала ее энергией. Как тебя зовут? Имя назови. Баба Дана звали. В какой стране ты жила? В лесу жила. Государство какое? На ком языке ты разговаривала? В турецком. Понятно. Значит, ты из Турции родом. В русских землях. 500 лет назад. Ты заключила контракт с кем-то? Заключила. Темными, нижними. Что просила? Знание, власть. Что получила? Все получила, но уйти не могу. Забрать хотят душу. Вот и бегаю от них. А кто тебя хочет забрать? Тот, с кем ты контракт заключил? С кем контракт заключил. Поэтому хочу с человеческой душой быстро переместиться до какого-то уровня. Моя мать никуда с тобой не уйдет, а ты уйдешь туда, куда тебе будет определенно уйти. Других вариантов здесь нет. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и спрашиваю. Делаю запрос, что делать с этой душой? Какой портал ей куда открывать? Нулевой уровень. Отлично. Ну все, баба Дана, давай, отправляйся на свою чистоту. Открывается портал на нулевой уровень. 1, 2, 3. В чистилище она уходит в этот портал. А меня и это устроит, хоть не на минусовой. А там решатку, да. Она вся, ну как, сгорбленная, с палочкой в руке заходит в этот портал. Как он выглядит, портал? Нулевой уровень, посмотри. Я его не вижу, я вижу лишь как трубу. Она идет туда. Закрывай, опечатывай, растворяй. Я хочу сказать, что она вот как сама выглядит, так и твоя мать делала. Скорбленной. Ну вот так она и ходила сегодня. И пустой, опустошенный. Она все энергии забирала. Понятно, месяц, целый месяц. То есть, почему она говорила, что она с человеческой души должна уйти? С человеческой душой у нее был шанс долететь не до нулевого, а уровня до второго, третьего. Как заметят, поймут. Хорошо. Ей повезло, что она сюда попала. Хорошо. Считай, сколько у Татьяны сейчас энергии и какая частота вибрация после нее? 48. И? 4. 4 Гц? Да. Вера, я такого еще не слышал. 4 Гц? Но не в разных чакрах, по-разному. 4, 3. Все понял. Хорошо. Делаем следующее. Включаем внутренний белосвет Татьяне. 1, 2, 3. Помогая ей моей энергии, подхожу до ей 100%. И на 4 мы выдавливаем из нее все негативные патогены низкой аббрационной энергии, находящиеся в ее биополе. Как свои собственные, так и чужеродные. 1, 2, 3. Энергии пошли, выдавливаются и формируются в шар. Перед Татьяной. У меня много картинок в голове. Как карты. Одна за меня и другую. Тусуются. Одна за другой. Сейчас шар. Большой? Как мяч, но он наполнен именно вот этими картами, картинками. А что за картинки там, посмотри, Вера? Одна картинка останавливается. Она стирала пространство и ей показывала. Кто стирала пространство? Не понял. Это ведьма. Она стирала ей пространство и показывала картинки, сводя ее с ума от того, что не существует. Хорошо, значит, все, что от этой вышло, паразитки, все туда ушло. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо. Посмотри, сколько ей нужно энергии и какая чистая абрация. 320, 25. На 4 макушку головы Татьяна начинает поступать 7. Высокоабрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Родные энергии начинают поступать в нее. Изличающие потоки живой энергии пошли в нее. Наполняет, заполняет пустоты. Чистота вибраций поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо. Мы закончили. Татьяна, как ты себя чувствуешь? Она трогает себя. Голову трогает. Она потеряла голову с ней. Ну вот. Сейчас на месте все? Да. Отлично. Хорошо. Возвращаем назад. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Татьяны в ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем к каждому органу каждой клеточки, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Биоробот чистый, энергетически заряженный. В ней радость внутри. Отлично. Готова? Да. Отключаемся от объекта. Продолжение следует... Продолжение следует...